Друзья, всем привет! Доброго вечера! Этот пятничный вечер, судя по всему, в офисе Президента проходит весело и непринужденно, и мы снова с вами становимся свидетелями производства дурацких решений. Мы, кстати, в свое время называли в офисе Президента офисом дурацких решений. Помните, была такая детская игра-чепуха, когда ты пишешь на бумажке какое-то пожелание, слово, словосочетание, а потом составляешь какое-то предложение из этих слов. Каждый тянет бумажку и читает. Мне кажется, что они там собираются, пишут какое-то решение, бросают в барабан, крутят его, Владимир Александрович достает и заявляют. Вот смотрите, два дня назад на Ставке Верховного Главнокомандующего он заявил, что выборов не будет президентских, пока не закончится война, и тут же проанонсировал в парламенте внесение законопроекта о продолжении военного положения на 90 дней еще и всеобщей мобилизации. То есть они одну бумажку вытащили в офисе дурацких решений. А вот сегодня уже Кулеба, который, судя по всему, не последний человек, потому что его президентские социологи ставят в соцопросы об уровне доверия к Кулебе, к Кулебе 30, доверяют украинцам. Вот он сегодня заявил, что Еленский рассматривает возможность проведения выборов весной 2024 года. Знаете, можно рассматривать, вот обезьянка, да, вот она может рассматривать свой пенис. Так, ну так вот. То есть является ли это процессом или это является, скажем так, планом? Ну то есть вот рассматривает выборы, это ну просто рассматривает, ну типа в нихуя себе выборы. Или это подготовка к ним в 2024 году. Если подготовка, то, понятное дело, никакое военное положение продлеваться не может. Ну либо оно будет продлено, а потом отменено на основании чего-то, чего-то, да. И здесь я опять же, вот я почитал, я вообще человек, мыслящий логически всегда и прагматично. Вот если выходит министр иностранных дел и говорит о том, что Зеленский рассматривает проведение выборов в 2024 году. У меня сразу просто простой вывод отсюда формируется, что наконец-то дошло до Луна Санчо, что иностранные партнеры настаивают на проведении выборов, потому что он всех подутомил. Вот это вся эта шобла зеленая подутомила и хочется сменяемости власти. То есть если ты не хочешь следовать рекомендациям и менять условно кабинет министров, проводить парламентские выборы, да, там как-то корректировать свои планы по контрнаступлению, переговорам, то ну давай тогда подтверди мандат. Сходи на выборы в 2024 году весной после обстрелов, проблем, холодов, отключения света. Сходи и покажи, что ты молодец. И буквально повторюсь, два дня назад он говорит, что выборов не будет. Сейчас уже сказал, что выборы будут. Ну то есть, если они будут, то отменять уже военное положение. Правильно? Логично. Вот как минимум за 90 дней. А 90 дней, если считать первый тур президентских выборов по Конституции в последнее воскресенье марта, ну не позднее конца декабря. То есть сейчас его ввести, там условно 5 октября, октябрь, 5 октября, 5 ноября 1 месяц. 5 ноября, 5 декабря 2 месяц. И декабрь до конца, ну чуть-чуть половинка 3, почти 3 месяца. И вот к декабрю что-то вот к Новому году должно что-то, значит, так произойти, чтобы уже военное положение отменить. Никаких частичных отмен не будет, ничего вроде бы как не будет. Надо либо полностью отменять и выходить на выборы весной 2024 года. Ну либо не отменять и тогда на выборы никто не попадает. То есть стоит военное продолжение продлить до февраля, до января 2024 года, все. Никаких выборов нет. Потому что не выполняются требования Конституции про 90 дней избирательной кампании президентской. Я думаю, а, окей, значит, если выбор он рассматривает, значит будет какое-то частичное продление или отмена. Значит, тогда, соответственно, должны корректироваться какие-то планы по войне. Правильно? Читаю подалека сегодня же, который заявляет, видимо, в ответ на письмо конгрессмена-республиканцев Байдена, что, мол, предъявите план по окончанию войны, какая стратегия в войне в Украине, каким вы видите конец войны, завершение ее. Значит, видимо, как с обезьянкой, который рассматривает свой пенис и там видит конец, так и подаляк. Вот он сегодня вышел и, видимо, в ответ на письмо конгрессменов решил рассказать. Потому что, видимо, конец войны исключительно освобождение границ до 1991 года. Технологическое преимущество украинской армии, нанесение стратегических поражений России, отброс ее средств с сил на определенную дистанцию, формирование таких условий, при которых армия российская побежит и неконтролируемое формирование военнослужащих вернуться в Россию, там произойдет переворот. Это прям прямая речь, откройте, почитайте. И я думаю, а как это у меня не связывается все вместе? То есть я бы, конечно, очень бы этого хотел, сценария, как и любой нормальный украинец, но вот у меня этот сценарий почему-то с одно, со вторым, с третьим не связывается. То есть вроде как военное положение надо продлить, вроде как есть план его продлевать не на 90 дней, а на каких-то условно 75, и потом на 75 дней что-то случится такое, чтобы сказать, ребят, мы или так уже от этих русских так нормально шлепнули, что они так убежали, уже нет смысла продлевать, поэтому мы военное положение снимаем, а границы надо будет открыть. И, собственно, переходим в стадию выборов, то есть нормальная жизнь. Тут же Подоляк на фоне говорит, что мы пока не нанесем тактические стратегические поражения, пока армия России не побежит в Кремль менять Путина, это вот, это еще не конец войны. Я думаю, как-то маловато 75 дней это успеть, с одной стороны. А с другой стороны, американцы сегодня, видимо, в подкреплении всех планов, которые я вам рассказал от имени власти, выделяют очередной пакет помощи в 125 миллионов долларов. Видимо, так уже толсто намекал Владимир Александрович, что надо что-то делать, надо прислушиваться, потому что предыдущий пакет был 150 миллионов долларов, то есть стал меньше, приблизительно 15 процентов. А недавний визит Блинкина в Киев, когда Зеленскому уже донесли позицию, то что уже кабинет министра поменять, я вам рассказывал, поубирать этих вороватых людей, которых окружил себя нарезки, которых он патронирует, видимо, не за долю малого, в общем-то перейти к прозрачному управлению государственной системой, прозрачному распределению финансовой помощи, бюджетных средств, поэтому будьте любезны, давайте как-то Кабминаэр обновим людей, понятных тем, кто спонсирует Украину назначен. Вы знаете, что я сказал? Нет. Выпустили Лещенко, тогда советника Ермака на официальный брифинг офиса президента, он сказал, что любые заявления про смену, как про Кабинета министра, это российский фейк. Да, и после этого вот миллиард сто миллионов, когда Блинкин приехал в Киев, передали, потом 150 миллионов передали, сейчас 125 передали. Это, видимо, вот, так сказать, в укреплении этих планов, о которых заявляет власть. Ну, может понятно, да, что если вот передали 125 миллионов, то мы обязательно, ну, там, даже не надо на 90-дневное положение продлить, мы за эти деньги вообще сейчас всех пойдем и и трахнем, да? И я думаю, вот, реально, это то, с чего я начал. Люди живут в какой-то абсолютно виртуальной реальности. То есть, один говорит, выборы будут, второй кричит, выборов не будут, один кричит, мы на границе за первого года, третий говорит, не, не подождите, у нас же должна быть какая-то прагматика, мы должны там план какой-то подготовить, в Америку отправить. То есть, мне кажется, что у них наступил вот этот вот интеллектуально-плановый пиздец. Они вообще не понимают, куда они движутся. И вообще не понимают, какие стратегические планы у них есть. И это, кстати, подтверждается статьей в Тайме, которую так боятся вспоминать вовсе президента, потому что Зеленский от нее отрыжка. В этой статье сказано, что Зеленский хотел бы, чтобы минимум на 70 процентов исполнялись данные ему, его чиновникам и обещаниям. Это, кстати, прямая речь подалека. То есть, и вот эта вот какофония, полный хаос планов, заявлений, стратегий, их отсутствие. Беготни от выборов до тирании. Нет, я буду тираном. Я хочу быть тираном. Нет, тираном мало дают денег на тирании. Побегу выборы проводить? Побежал. Надо военное положение отменять и границы открыть. Побегу. Куда бежать? А бежать некуда бун и фтик. Понимаете? И вот эта вот история, в которую они сами себе погрузили, они не могут никуда из нее одеться. Поэтому, ну, а нужно же проводить новости, как бы, да, там нужно же заявления какие-то делать. Нужно быть на передовицах. Нужно, так сказать, впереди с флагом о светлом будущем постоянно нам говорить. И вот планета порождает этот хаос в голове, поражает хаос в новостях. Хаос в новостях поражает абсолютный хаос в планах. Ну, то есть, они же какие-то заявления делают. То руководство нижестоящее, оно же услышит это и тут же начинает перестраиваться. Сказал Зеленский, будет выбор. Все, раз, все на выборы перестраиваются. Подругой говорит, не-не-не, сначала бранится листопероводов, потом выбор. Хаос. То есть, система не реагирует на посылы, которые делают руководители системы. Это хаос. Это разбалансировка системы. И эта разбалансировка, она же очень четко отражается на стороне наших иностранных партнеров. То есть, когда выходит Ермак с Зеленским и говорят, я сегодня классно оговорился, Еленский и Зермак. Еленский и Зермак. Выходят на публику и говорят, что у нас цель в войне этой границы 1991 года. Потом выходит залужный в зарубежной прессе и говорит, у нас тут тупик на войне и, в общем-то, не видим каких-то пока больших перспектив ни в одну, ни во вторую сторону и будет позиционная длинная война. При этом они то делают выборы, то не делают. То вот такие цели, то вот такие, всякие цели. То меняют Кабмин, то не меняют. То это, то то. То умные, то красивые. И этот хаос сложится в виде сводок тем же конгрессменам, которые говорят, не-не, ребят, стоп. Стоп. Если бы это был вопрос финансирования дурдома, то это как бы показывает, что деньги нужны, потому что слишком много явных проявлений и умственной недостаточности. Но если мы говорим о стратегии государства на выживание, направленное на отражение атак врага, освобождение своей территории, то давайте как бы тогда успокоимся, определимся, где здесь маразм, где не маразм, где реальные цели, какие планы. И тогда будем помогать. Именно отсюда возникают статьи, опять же, в иностранной прессе о том, что новый спикер палаты представителей, то есть конгрессменов Джонсон может примерно через два месяца только поставить на голосование вопрос пакета военно-технической и финансовой помощи Украине. И этот пакет должен как бы создать не 125 миллионов, которые мало на что хватает, понимаете, а реально обеспечивать стратегию победы в войне. Эта стратегия должна быть описана, презентована и утверждена. А отсутствие этих действий, этот хаос, приводит вот к таким результатам. То есть, если следующий пакет помощи будет 100 миллионов, это не просто четкий сигнал Владимира Александровича, что надо собирать вещи, потому что при его руководстве коалиция антироссийская, которая должна формировать ядро материально-технической помощи для украинской армии, начинает сокращать свои сигнования на украинскую победу. А это значит, что человек, которого мы, как народ, наняли для обеспечения этой победы, ну мы наняли его для другого, чтобы он войну прекратил. Посмотрите мое предыдущее видео, там детально рассказывают, вместо прекращения они ее начали. Вот этот человек, его менеджерские функции, его позиция, его умственно-психологическое состояние, его амбиции стали впереди интересов государства, что приводит к сокращению финансовой помощи. Ну как бы совет акционеров, а мы по конституции, как народ, являемся представителями власти, вернее через нас власти реализовываются, как и через граждан, да, мы этих представителей выбираем, то мы, наверное, как совет акционеров должны не просто настаивать на проведении выборов, а требовать их проведения. Потому что менеджеры, которые сегодня управляют страной, мало того, что они вместо управления страной во время войны занимаются своими личными сведениями счетов, каким-то дерьмищем, да, там, поиском компромата, воровством вот этим огульным, постоянно, ну да, в последний день воруют, да, укрывательством своих воров, которых они подозначали, ну, Брезникова вспомните, да, ни слова, ни одного головного дела, все тихо, спокойно, хорошая память. Как говорил Зеленский в интервью СНН, но если спиздили в марте, надо еще посмотреть, может, спиздили в интересах государства. Я, кстати, вам говорил, что они рано или поздно к этому придут. Мы воровали, чтобы спасти страну. Это сейчас будет новая, новый тезис от них пойдет. То есть, и вот это вот все, говоря о том, что если они не справляются, то надо их поменять. Но так как мы не можем их поменять, никаким другим способом, кроме как демократическими выборами, это должно быть нашим посылом. Выборы, честная компания, открытые возможности для политических оппонентов, для принятия участия в этой компании. И, пожалуйста, подтвердите мандат, согласятся украинцы отдать вам власть еще на пять лет, чтобы еще максимально там себя там загнобить и потерять все, что, наверное, можно потерять окончательно. Я имею ввиду финансовый, экономический и социальный. Welcome. Нет, определять другую стратегию и другому человеку поручит эту стратегию реализовывать. Надо это принять и двигаться дальше. И я думаю, что вот в этом плане, я имею в виду в плане, провести выборы, дать возможность свободной агитации, принять участие всем, кто может, имеет право быть избранным и избирать. И будет основа для того, чтобы продолжалась финансово-экономическая помощь Украине. Потому что это демократический путь, который мы будем продемонстрировать. А если Зеленский хочет превращаться в другого заштатного африканского диктатора, понятное дело, что помогать ему никто не будет. А они будут помогать ему, потому что он выразитель наших интересов, и с ним общаются иностранные руководители. Ну, потеряется страна, потеряем страну. Поэтому надо из двух зол выбрать меньшее. Если меньшее, это выборы. Это же не зло даже, это выход из ситуации сложившейся для нас. Значит, надо к этим выборам идти. Поэтому смотрите. Выбор, выбор, выбор. Какими бы не были кандидаты. Подписывайтесь на канал Дубинский в YouTube, Дубинский Проф, Telegram, Instagram, Facebook и Twitter. Напишите комментарии, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Вы таким образом помогаете продвигать эти видео в этом болоте, который они организовали, зацементировали, чтобы там сидеть, просто в носу ковыряться и продать пиздить наши с вами деньги. Будьте здоровы, хорошего вечера. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова